Всем привет дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале интернет-магазина Jarvis. Меня по-прежнему зовут Роман и сегодня мы с вами поговорим про достаточно популярные наушники копия AirPods i12. И сегодня мы с вами поговорим на тему, почему не стоит покупать эти наушники, либо же к каким минусам, а также плюсам стоит быть готовым перед покупкой этих наушников. Я делаю это видео для того, чтобы перед самой покупкой, если у вас будет такое желание, чтобы вы четко знали какие есть слабые стороны у этих минусов и собственно готовы ли вы мириться с этими слабыми сторонами за стоимость этих наушников. Усаживайтесь поудобнее, расскажу все максимально честно, справедливо и без каких-либо приукрашательств. Приятного вам просмотра, погнали смотреть. Итак, i12 одни из самых популярных среди бюджетных копий AirPods. Наверное, даже это самые популярные наушники среди бюджетных копий AirPods. За свою стоимость эти наушники намного лучше, чем i11, i10, i9, i7 и все вот эти, которые ниже идут. Сразу хочу сказать, что кроме i12 есть еще AirPods 12. Очень похожие наушники, яркие, цветные и в принципе действительно очень схожи с вот этими. Видео есть у нас на канале, заходите, смотрите. В общем, вы можете выбирать либо те, либо эти. Ну а сегодня мы поговорим в общей сложности про эти наушники на примере классических i12. Первое, что вы должны знать перед покупкой этих наушников, то, что звук здесь достаточно посредственный. Ну, скажем так, за стоимость этих наушников это отличный звук. Но если вы хотите себе действительно крутой качественный звук, то вам лучше обратить внимание на люксовую копию AirPods. Я, кстати, снимал тоже про них видео и ссылку на них оставлю ниже в описании. Они, конечно, дороже, но и звук там намного лучше. Но опять же, за свою цену в принципе неплохо. Но вы должны знать то, что звук здесь не прям супер какой-то крутой. Но опять же, вспоминайте цену этих наушников. Проблемы с синхронизацией. Очень часто жалуются люди в интернете на то, что проблемы есть с синхронизацией у этих наушников. Некоторые пользователи пишут, что наушники работают по одному, а вместе не синхронизируются. У кого-то один наушник работает, а второй наушник не работает. Да, естественно, это не поголовно у всех. Это я говорю о тех проблемах, которые действительно могут возникать. Я сказал сразу то, что расскажу вам максимально подробно о всех этих проблемах. И еще недавно на этом канале я делал видео, в котором рассказывал, как решить вот эту проблему синхронизации между наушниками и кейсом именно на примере i12. То есть вы должны знать, что если вы покупаете себе i12 и у вас возникает проблема с тем, что ваши наушники работают либо по очереди, либо не вместе, либо один отстает, второй спешит, либо один работает, второй не работает, заходите на это видео у нас на канале и смотрите все способы решения. Кстати, эта проблема не только именно у i12. Она достаточно распространена у китайских копий AirPods. И в принципе, даже если у вас какие-то другие наушники, и вы, например, смотрите это видео и хотите себе обновить наушники, возможно, у вас есть уже эта проблема, попробуйте ее решить нашими способами, которые вы узнаете в том видео. Если не поможет, то в таком случае уже можете присматриваться к новой покупке. Третий недостаток в этих наушниках это микрофон. Я бы сказал так, то что микрофон здесь есть, вы можете по нему поговорить, но он не какой-то очень супер классный. Но опять же, вспоминаем цену этих наушников. Я обещал вам рассказать о недостатках, я рассказываю, но я не могу сказать то, что за стоимость этих наушников вы можете найти где-то лучше звук или где-то лучше микрофон. Если вы знаете наушники, которые стоят столько же денег, сколько стоят i12, а это около 10 долларов всего лишь, напишите мне в комментариях, в каких наушниках микрофон лучше. Ну а также, собственно, динамики, в каких наушниках будут лучше. Ну а сейчас вы услышите пример записи голоса на микрофон. Я сделаю так. Запишу первую половину без какой-либо обработки, то есть полностью, вот прям как оно записано, а вторую половину я уже обработаю, скажем так, своими знаниями и покажу, какой звук можно максимально вытащить, собственно, из этих микрофонов. Для того, чтобы вы понимали, что даже из самого плохого звука можно постараться сделать что-то более-менее вменяемое. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас вы слышите то, как записывают микрофоны в наушниках i12. Сначала вы послушайте эту дорожку, которая будет не обработана. Это полностью чистый звук, в котором я даже не поднимаю, собственно, громкость. А далее эту же дорожку я уже сделаю хорошим звуком, подниму громкость, накину пару фильтров и я надеюсь то, что качество звука изменится. Пишите в комментариях, как вам звук до и после. Стоит ли, понравился вам этот звук или нет, жду обязательно ваши комментарии. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас вы слышите то, как записывают микрофоны в наушниках i12. Сначала вы послушайте эту дорожку, которая будет не обработана. Это полностью чистый звук, в котором я даже не поднимаю, собственно, громкость. А далее эту же дорожку я уже сделаю с хорошим звуком, подниму громкость, накину пару фильтров и я надеюсь то, что качество звука изменится. Пишите в комментариях, как вам звук до и после. Стоит ли, понравился вам этот звук или нет, жду обязательно ваши комментарии. Да, я рассказал вам о недостатках этих наушников и они могут показаться какими-то прям реально критическими. То есть звук не очень, микрофоны не очень, еще и рассинхрон есть. Но опять же, рассинхрон не в каждых наушниках и эти проблемы лечатся. То есть это может быть абсолютно в любой модели, но не у каждой прям штуки. То есть это может быть, но это не обязательно. И это лечится. Ну, скажем так, небольшая проблема. Насчет звука. Достоинство этих наушников это то, что они стоят всего лишь 10 долларов. Да за 10 долларов можно хоть каждую неделю покупать себе эти i12. И в принципе, если вам нужны наушники просто в Forum Factory AirPods, а это уже второе достоинство этих наушников, и вы не хотите выплачивать много денег за них, то в принципе эти наушники отлично вам подойдут. Да, микрофон здесь не очень, но и как часто вы разговариваете по наушникам? Скорее всего, очень редко. Чаще вы просто слушаете музыку. Если вы слушаете музыку в этих наушниках, то так как это наушники именно вкладыши, то вы также слышите огромное количество разных звуков на улице, там проезжающие машины, музыка из кафе, еще что-то. То есть вы в принципе не можете слушать очень качественный звук в таком форм-факторе. Если вы хотите реально качественный звук, то вы можете взять у нас люксовую копию AirPods Pro, которые идут внутриканальные, то есть вакуумные, и они уже отсекают полностью все лишние шумы, и у вас звук максимально классный и максимально комфортный без какого-либо лишнего. Эти же наушники как раз таки необходимы для того, чтобы вы, например, на тренировке бегаете, слушаете какие-нибудь подкасты, аудиокнигу, музыку. И вы должны понимать, что если на вас, например, будет ехать сигналить машина или еще что-то, вы должны это услышать и как-то среагировать. И в принципе в таком форм-факторе какой-то суперкрутой звук вам не нужен, потому что вы его просто не будете слышать. Итак, покупать эти наушники или нет, естественно, решать вам. Но я вам хочу сказать то, что если вы ищете недорогую бюджетную копию AirPods, именно i12 они себя зарекомендовали как самое лучшее решение. Поэтому эти наушники среди бюджетных самые популярные, поэтому они покупаются огромными там тиражами, сотни тысяч продаж. Это очень популярные наушники среди бюджетных. Ну а если у вас есть немного больше денег, всего лишь в два раза, 20 долларов, и вы хотите себе уже максимально качественную копию с гравировками, с хорошим звуком, с крутым микрофоном, то обратите внимание на люксовую копию. Я делал про нее обзор и ссылку на нее тоже оставлю ниже в описании. Заходите на наш канал и смотрите другие ролики, там очень много интересного. На этом у меня все, дорогие друзья. С вами был как всегда Роман и канал интернет-магазина Джарвис. Всего вам хорошего, делайте только грамотные покупки. Всем пока!